здравейки ребята вы на канале ford mac ну что же школа 13 игра оргии эпизод 5 он чарт мыльцо запахло вкуснейшим мыльцом чем еще довольно таки качественным улицом которая до сих пор хорошо продается их поиграть бы в пк one chart а хотя это уже можно сделать спасибо соде но давайте уж посмотрим что же нам поведает наш димон про 1 uncharted у сколько будет шуток про кинцо мыльцом погнали подними это мыло uncharted пенис 3 только мыльцо но тигат 25 суп драке соуп ляка красота мои глаза ебизод 5 всем здорова и си да ебизод сегодня мы рассмотрим отличное моющее средство для глаз сегодняшнего дня мы начнем обозревать серию эксклюзивных игр на консоль игр на которую нет вообще одно лишь киндо зато какое ну в общем короче мы будем рассматривать серию игр uncharted и сегодня мы поглазеем на первую ее часть заранее предупреждаем что данном выпуске будут присутствовать спойлер оба их будет не шибко много так что если вы еще не проходили эту игру и не хотите испортить себе впечатление вы уже прошли экран но для таких как вы я заранее скажу что игра очень даже неплохая пригодная для использования и достаточно хардкорные даже через чур и помните бла 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 конец всем пока в одну каску какой-то там night wifi я сюда ничего умного не напишу ваще ахиеды и титры лучшие титры в жизни я сюда ничего умного не напишу ваще ахиеды и титры лучшие титры в жизни блядь ждем 2089 года чтобы послать димона нахер за с оба there fuckurs для всех же остальных кому насрать на спойлеры настало время приключение с этого все и началось а потом уже потихонечку появится даника и вот он уже будет лобать как боженька называется удача драки ну или состояние драки или богатство драка или драка как первая часть не была переведена на рожский язык печаль конечно но не важно ну вообще я слава богу перевели потом благо вышло переиздание и наконец-то мы увидели хорошую реально русскую озвучку с переводом в общем все по красоте реально рады что они первую часть адаптировали ну и как полного новичка который еще не играл во все это дело игра поприветствует вас прелюдия в виде полного днища и ванильной цитаты которые все так любят запилить себя в статус как будто кому-то есть до вас хоть какое-то дело затем вам покажут гробик который затем окажется на яхте его будет пытаться открыть оружием гордона примана непонятного возраста и состояние чувак по имени натан драки или нейтан дрейк или короче нейт пока он этим заниматься беда корабля виде женщины-блондинки по имени елена будет снимать все это на камеру трещать и на мозг тут она значит трещит себе трещит ми-ми-ми-ми-ми-ми а затем опа негры море негров море и негры но и разу осуждаю блять с одной стороны с одной стороны блин шути про все либо не про что но блять знаете что хуй с ним пусть 5 шутит это блять шутки своего времени все в пизду мец при наличии более чем 1 не пизду короче перестрелка пушу но поскольку вы играете за белого человека игра сделана группа американцев расистов он им всем отвешивает ли еще блять я приебываться к шуткам которые были пошучены раньше это под час это бы витон реально сам себя короче осуждаю блять расхренебенивает из базуки они значит такие а чё делать чё делать и как во всех кинсах принято появляется крутой чувак сигары который спасает человечество и говорит коронную фразу походу отсюда пошла эта фраза бэбэя про полковника кэмпбелла вот откуда все пошло мне не тридцать двадцать четыре иди нахер женщина женщина ешь шоколадку и отдыхай в общем это оказывается старый друг нейта по имени виктор салливан я бы назвал его витёк но все его кличут саль и да вы не ослышались саль и чё это за предвестник с его рму на хуй и за что занимая но вы как бабушка с его рму на нахер ну и короче дело было так нейтан и сали были искателями сокровищ а сам нейт был непростым а мать его за ногу наследником одного из самых ништяковых исследователей всех времен сэра фрэнсиса дрейка чей гроб он изначально то и поднялся днище морского чтобы наконец-то встретить своего предка посмотреть на его труп понюхать этот прекрасный запах но его там не оказалось вообще честно скажу так я считаю что все-таки он нихера он не этот не его последовать это просто так как сказать гру для громкого словца хотя кто знает зато внутри срока фага он находит срока фага который сэр фрэнсис дрейк написал эльдорадо вот тут а и они значит таки надо ехать короче золото и они как настоящие джентльмены не забывают о женщине скорость скорее пока та ничего не прочухала затем они начинают поиски каких-то стандартных джунглях ходят бродят чувак роняет булыжник на земле они случайно обнаруживают вход в древнюю гробницу обычное дело затем гробницы они ни шиша не находят вам предоставляется возможность решить головоломку для дегенератов которую я кстати только со второй попытки решил затем они выходят из гробницы и разумеется на их пути появляется угадайте что а та самая тёлка б племя злых аборигенов г единая россия и c подводная лодка урайт ну не тупи разумеется подводная лодка логично 2 секунды главный герой сразу понимает самое главное это подлодка фашистская и что по-любому фашики тоже искали золото и что по-любому внутри нее что-то есть ну и разумеется внутри нее находится карта которая в корс баблу на обратном пути из-под лодки разумеется происходит какое-нибудь говно как на полном случайно активация торпеда неважно хотя погодите это важно затем происходит неожиданный поворот появляется какой-то противный чувак с кучей гопоты и говорит мол гони которого озвучил репетур блин это в новой версии карту мобилу вообще все гони это оказывается злодей у которого сали взял в долг целую огроменную тучу денег и теперь был ему должен ну и в общем он совсем мальца проговорился про то что мол мы с нейта мол такие крутые вот-вот найдем кучу сокровищ будем грязно богатый тот незначительный по сравнению со всем нашим уловом долг я тебе верну только это секрет но чувак то не дебил магическим образом он проследил за ними незаметно отобрал карту грохнул старпера и затем торпеда конечно же драйк фэйс еб твою мать куда же без этого пустя ровно 2 минуты и 10 секунд взорвалась дав нашему чуваку возможность посмотреть на задницу павшего товарища и затем начать убегать на всех парах да ну короче камера тут иногда совсем неудобно стоит за киниматографичность мыльным джунглям нейта вдруг из ниоткуда останавливает ленка и дает ему на вопрос главного героя о том как она тут очутилась она очень доходчиво объясняет мол мими 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 типа круто репортера все могу ты хрен с горы все логично никаких вопросов оставаться не должно главный герой довольно быстро смиряется с тем что теперь вместо старперских речей ему придется выслушивать звуковой шум исходящий из йорта мальный мужик отбирает у нее пистолет дабы она стреляя по врагам случайно не убила его и вместе вы начинаете пробираться через тонны мяса которые обязательно очень много за всю игру стрелять придется первое чем анчартер перегружен стрельбой слишком много стрельбы и порой ты реально уже просто хотите хотите отключить консоль положить контроллер сказать пизду дайте отдохнуть реально во второй части уже чувствуется баланс какой-то но в первые это прям реально уже невыносимое много и долго и желательно метка очистив свой путь от негров гопарей они сваливают на белом коне виде джипа и затем летят на крыльях феникса виде самолета чё я сейчас сказал летят они значит на хуйятные в общем поскольку это приключенческий боевик по их самолету начинает палить процессе всего этого мероприятия баба прыгает с парашютом через пол минуты уже вдалеке от нее и сам главный герой видимо настолько она ему осточертела что он решил как можно подальше свалить от нее пацаны чисто по углу напрыгают на и все на детей убрали оттуда сейчас маты будут капец давай очко маленькое затем почти приземлившись он очухивается пересеривается на всякий случай еще раз и отправляется куда глаза глядят начиная с этого момента вас ждет очень-очень ну прям очень много стрельбы причем крайне несправедливой и тяжкой если учесть что уже в самых первых уровнях перестрелки представляет из себя действительно неплохое испытание дальше все идет по нарастающей вначале да ну вот там у меня пистолет да мало патронов а убил там первых двух подобрал калаш убил остальных 2 половине игры вы не сможете пройти большинство перестрелок с первой попытки дай бог если с десятой пройдете просто потому что противников станет еще больше оружие у них станет мощнее как броня поэтому вам с новыми пушками все равно придется всаживать в них даже больше свинца чем ранее всегда будет торчать не без этого не без этого убивать вас при первом же попадании при этом вам просто будет необходимо высовываться из-за укрытия так как на вас все время будут надвигаться противники захотите перебежать в другое укрытие хрен они изо всех щелей лезут в общем для того чтобы вот так есть перестрелки вы уже после 20 попытки изучите ровное количество врагов за эту волну кто каким путем будет к вам идти кого в хронологической последовательности будет выгоднее замочить и самое главное вам почти всегда придется стрелять в голову противном случае у вас будет тупо заканчиваться патроны вот такая херня выживай как хочешь твои блять проблемы сам блять лишил куда-то сам купил игру еще как это сложно ты видишь этот грёбаный джойстик вешать и грёбаные соски о да ими очень просто целится в голову спасибо что выпустили эту игру исключительно на консоль причем я честно скажу игра проходилась на нормальной сложности но нормальное понятие растяжимое по этому же лёгкого задрота просто пить лёгкую все лишь мазохиста это наверное нормально но для меня это было совсем не нормально короче если хотите просто нормально поиграть и насладиться пейзажиками не измотать все нервы ставьте легкую сложность не выёживайтесь так ну и далее наш чувак находит обломки самолета и залезает в них так как он забыл карту сокровищ там он видит парашют бабы и решает прогуляться до него дабы на всякий случай убедиться что она откинула ласты и потыкать в неё палкой но он находит ее живой затем нечаянно спасает ее сам попадает под удар вот блин затем она спасает его затем куча-куча стрельбы на джипе с бесконечными патронами и и они падают в речку для того чтобы потом кататься на скутере и стрелять из бесконечного гранатомета затем опять тут да там надо бегать и стрелять 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 затем они узнают что-то важное Стрелять, опять стрелять сюда Опа, Салли оказывается живой, опять стрелять Стрелять, древние развалины Стрелять, стрелять Ну и в общем, да В этой игре надо будет много стрелять Наверное, даже через чур Но в принципе, если вы никуда не торопитесь, то и нормально Также, если вы никуда не торопитесь В игре спрятаны 90 скрытых сокровищ Найти, которые отнимет у вас, наверное, немало времени Будет ли в этом какая-нибудь польза для вашего жизненного опыта? Конечно! Такая же, как и, собственно, проведение времени за играми Ииии, у нас заканчивается Ну, чисто, как говорится, для коллектаблс Время, и я не успею на спойлерить, самое главное Поэтому, вкратце Сюжет у игры неплохой, тупо про приключения И с веселыми, бодренькими диалогами Но не на русском И с зомбаками Особым вирусом Разный, можно там бегать, прыгать, лазать Решать пару головоломок и стрелять Но стрелять, увы, здесь придется больше всего Графон в игре, в принципе, не такой уж и мыльный И все выглядит не намного хуже, чем во второй и третьей части Иными словами, все могло быть и хуже Иными словами, вот так Вот так Оценку давай Ну, в общем, все годно Реально единственный минус, на мой взгляд Это слишком жесткие перестрелки Игра проходится в целом за 6-7 часов В целом оставляет хорошее впечатление Утоляет жажду И вы чувствуете себя человеком Заслуживает 7 и 8 из 10 Любителям экшена и кино рекомендуется Скажи всем пока, Даня! Пошел нахуй! Что-то грубое И помните Мылом умывайся, да слыднем не поддавайся Красота-то какая Мужчина мечты Каждый хочет такое сельцо иметь Ой, бля Ну что, ребята Вот такое вот Uncharted Красота, воспоминания дохера Ностальгии В общем, Димон, спасибо тебе огромное Зарядил меня ностальгии Алда, блин Который смотрел это еще давным-давно В далекой галактике Когда не у всех еще были смартфоны И все смотрели на компьютерах С белыми мониторами А тогда еще Ютуб не был Настолько пропер Мне картинки там в основном были Квадратные Либо только-только широкоформатные Спасибо Респект И лайк Поддержите автора оригинала Спокойной ночи, дружки, фурашки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok